МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиграфическая мастерская работает при Центре Дорогой Добра и будет выполнять две функции, как я понимаю. Во-первых, это приобщение к труду и специальные навыки, которые могут получать ребята с ограниченными возможностями здоровья, и таким образом готовиться профессионально к какой-то самостоятельной жизни. Это первое. И второе, я надеюсь, что эта мастерская Дорогой Добра организации поможет быть более эффективной с точки зрения сбора пожертвований от людей и направлять вот эти полученные деньги на новые и новые хорошие проекты. Ольга Шебека в нашей студии, специалист по связям с общественностью региональной общественной организации Дорогой Добра. Оля, здравствуйте. Добрый день. Да, и по телефону сразу же скажу, что будем мы подключать еще и руководителя полиграфической мастерской Екатерину Яркову. Екатерина будет с нами через несколько минут. Надо сказать, что у организации Дорогой Добра есть два помещения. Одно на Розу-Люксембург, вот большое такое помещение, которое тоже не так давно открыло еще одну комнату для совсем маленьких детей. Сразу же там после роддома практически, да, для малышей, Оля? Да, верно. А вот теперь на Егоровской 4. Это там, где вы раньше располагались. Где был первый дом Дорогой Добра, да. А вот там на Егоровской 4 открылась полиграфическая мастерская. Как вы и рассчитывали? Мы очень надеялись, что она у нас появится, и очень рады, что она появилась, что она у нас есть. Скажите, пока мы связываемся с Екатериной Ярковой, скажите, пожалуйста, какими силами, какими средствами вы эту мастерскую открыли? Ну, это произошло достаточно для нас таким волшебным образом. К нам пришли люди, инициативные группы. Они сказали, что хотят помочь нам реализовать какой-то новый отдельный проект. Мы как раз тогда заканчивали ремонт в отделении ранней помощи и вывозили всех ребят с Егоровской на Розу-Люксембург. И думали, что же нам сделать в этом, в оставшемся помещении, небольшом, но при этом очень уютном. И вот появилась мечта открыть там полиграфическую мастерскую, наоборот, для старших ребят, для подростков, которым надо уже готовиться к взрослой жизни. И вот пришли люди и сказали, мы хотим вам помочь. И так все и сложилось. Достаточно быстро мы это все сделали. Мы можем назвать этих людей? Это инициативная группа «Источник успеха». Кто это? Это лидерская программа, насколько я знаю. Это люди, которые объединяются и растут сами, и делают при этом что-то хорошее для города. Это открыта была воркаут-площадка у Дворца пионеров-мемориал. Так, это уже понятнее становится. И следующий их проект, который они решили реализовать, это наша полиграфическая мастерская. Какие-то фамилии известные можем назвать? Не знаем, да? Это просто обычные люди. Хорошо бы этих обычных людей нам как-то носить. Да, в нашу студию тоже бы привезти. Да, я хотела просто сказать, что есть действительно такие лидерские программы, тренинги, курсы, семинары, где делятся люди на команды, и дается задание каждой команде реализовать какой-то социально значимый проект. И они начинают искать ресурсы, средства, время. Да, да. Второе вот такое уже яркое, полезное, и главное, много благополучателей от этого дела реализовали, а не надо будет их пригласить. У нас на связи Екатерина Яркова, руководитель полиграфической мастерской Центра «Дорога и добра». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Катя, расскажите нам, пожалуйста, что конкретно сейчас находится в мастерской, да, что она в себя включает? Вы имеете в виду оборудование? Оборудование, я не знаю, что еще там пришлось, может, дополнительные какие-то материалы покупать? Ну, у нас, как всегда, занятия проходят комплексно. Поэтому в центре на Егоровской мы организовали такой клуб общения и подготовки ребят, подростков и молодых людей с инвалидностью. То есть будут проходить занятия не только по типографскому мастерству, но еще и по анимации. Мы будем делать мультфильмы и будет работать клуб общения с профессиональным психологом. Что касается типографии, то мы подобрали оборудование, на котором ребята с некоторым оборудованием они смогут сразу работать. Это беговщики, резаки, закруглители углов. С другим оборудованием потребуется более тщательная подготовка, например, с брошюровщиками, буклет-мейкерами и печатными машинами. Так, и кто будет ребятам в этой подготовке помогать? То есть у вас какие-то будут преподаватели из вот этой вот сферы, из этой отрасли типографской к вам приходить? Как это будет выстроено? Ну, поскольку у меня у самой есть, во-первых, педагогическое образование, а во-вторых, большой опыт работы в полиграфии, то изначально занятия буду проводить с ними я. Если нам потребуется, то мы будем приглашать экспертов и из других типографий. На какое количество учащихся вы рассчитываете? В данный момент у нас собрана группа из 12 человек. Кто эти ребята? Это подростки от 12 лет до сейчас, до 23. В будущем, я думаю, что эти группы будут расширяться. Ну, то есть будет не одна группа, 12 человек, а несколько таких групп, наверное, да? На первом этапе мы будем работать индивидуально, а затем собирать их в небольшие подгруппы. Вот цели, которые вы заявляете, это получить начальные трудовые навыки, развить способность к общению, самообслуживанию, быту, подготовиться к будущей взрослой жизни. Собственно говоря, по итогу, может быть, мечта такая, ну, задачи, конечно, ставятся, но, может быть, мечта по итогу выпустить ребят с какого уровня навыками? И смотрели ли вы уже на ситуацию в полиграфических мастерских или там в больших полиграфических компаниях, где они могли бы трудоустроиться? Это реально на сегодняшний день в Кирове? Ну, вы знаете, тут, как всегда, мы будем подходить индивидуально. То есть кто-то из ребят сможет получить начальные навыки. В наш век, когда, в принципе, любая работа, да и просто жизнь, да, самостоятельная, требует знания и компьютера, и офисной техники, то любому ребёнку с любыми начальными навыками это будет очень полезно. Для ребят, у которых есть к этому склонность и есть возможности, это будет такая стартовая площадка для того, чтобы они могли определиться со своей будущей профессией. То есть если понравится... И получить её уже в образовательном учреждении. А скажите... Для тех ребяток, да. Продолжайте, простите, для тех ребяток. Есть ребята, которые, например, уже взрослые, они закончили школу, некоторые из них получили уже профессиональное образование, но в силу своих особенностей они не смогли найти себе работу. Для таких ребят это будет, ну, я не знаю, своего рода инкубатор, какое-то пространство, в котором они смогут получить уверенность в себе. И возможно, либо без поддержки, либо с поддержкой начать уже трудовую деятельность. У меня вопрос, с какими особенностями вот ребята сейчас будут заниматься в мастерской? Это в основном ребята с нарушением эмоционально-волевой сферы. И ребята с аутизмом. Там какие-то специальные программы вы разрабатываете или они уже есть, готовые, опыт вы переняли откуда-то? На самом деле мы сейчас будем опираться на программы, которые разработаны московскими коллегами, в частности, 21-м училищем города Москвы. Есть типографии в Москве и в Питере, опыт которых мы, конечно, будем перенимать. А что за 21-е училище в Москве? 21-е училище, оно в том числе готовит ребят с инвалидностью к работе в типографиях. То есть адаптированное такое учреждение. Катя, еще до перерыва полминуткой буквально. А материалы для работы, ведь недостаточно станки поставить, недостаточно программы иметь. А материалы постоянно расходные требуются? Да, это конечно. У вас есть источник, который будет снабжать вас материалами или средства на закуп? Ну, на сегодняшний момент у нас еще есть некоторые средства, которые собрал для нас источник успеха. Поэтому у нас будут материалы для начала нашей работы. Далее мы закладываем эту статью расходов в гранты, которые мы заявляем в этом году. Ну и конечно будем искать другие источники, поскольку у нас прекрасный отдел фандрайзинга работает. Я думаю, мы справимся. Спасибо, Екатерина Яркова, руководитель полиграфической мастерской Центра Дорогой Добра. Прервемся на полминуты. Продолжим эту же тему с нашей гостьей Ольгой Шебека. В Кирове, в центре Дорогой Добра, начала работать полиграфическая мастерская на Егоровской 4. Мы о ней сегодня рассказываем. Вот сейчас мы побеседовали с Екатериной Ярковой, руководителем этой мастерской. И общая картина у нас такая нарисовалась. Только мы не сказали, действительно уже начались занятия или вы только открыли? Только-только открыли в понедельник. Когда планируете начать занятия? Насколько я знаю, уже в эти выходные соберутся ребята отпраздновать открытие сначала. А потом, как Екатерина сказала, сначала будут индивидуальные занятия с каждым ребенком отдельно. Познакомят с оборудованием, посмотрят, к чему он проявит интерес, что у него будет получаться. И уже будут собирать группы, комплектовать. А почему именно с такими нарушениями, как сказала Катя, подходят ребята? Или эта работа подходит именно этим ребятам? Во-первых, почему полиграфическая мастерская, наверное, надо объяснить. На самом деле, во-первых, есть опыт наших коллег из Москвы, из Питера, у которых это хорошо идет. И мы подумали, раз получается у них, наверное, получится и у нас. А во-вторых, потому что в полиграфической мастерской есть очень много разных видов работ, которые подойдут разным ребятам. Кто-то сможет, например, делать дизайн макетов, то есть это более высокоинтеллектуальный, с более сохранным интеллектом ребята смогут это делать, этим заниматься. А кто-то сможет работать на беговщике или на брошюровщике. Это станки такие, да? Да, да, да. Они складывают и собирают буклеты вместе. Такую достаточно простую механическую работу. То есть для разного уровня ребят там все равно найдется дело. И этим типография хороша. Почему именно с такими нарушениями? Потому что у нас, во-первых, взрослые ребята, это в основном с аутистическим спектром, приходят к нам. А во-вторых, потому что у них более сохранный интеллект и лучше работает моторика. Я так предполагаю. Поэтому педагоги решили вот для этих ребят такую мастерскую открыть на данный момент. Вот у меня теперь два вопроса. Наверное, важно все-таки на этом внимание заострить. Все-таки работа со станками, в том числе со станками, которые режут, наверное, это работа, которая обязательно должна быть связана с какой-то техникой безопасности. Вот эти все вещи, они ведь тоже у вас будут, наверное, как-то преподаваться, да? Конечно. Во-первых, все станки безопасные. А, вот. Даже если это резак, но он специальный такой, роликовый, да, и там все закрыто. Там невозможно не порезаться, ничего. Мы и станки тоже, в том числе, по этому принципу отбирали. Исходя из-за этого. Это тоже все специализированное, не все, что есть в обычной типографии, нам подходит, конечно же. И да, все равно ребята будут учиться, работать со станками под присмотром руководителя, педагога. И безопасность мы им обеспечим. Это в первую очередь то, о чем мы думаем. Вот. А вторая история, это история с возрастом, ребят. Потому что мы, конечно, привыкли, когда мы в этой студии говорим о дороге добра, мы почему-то все время говорим, вот, ребята, ребята, малыши, малыши. Ну, то есть вот, либо школьники это, причем там, наверное, еще младшего, среднего звена, да, либо вообще дошколята еще. А тут ребята, которым по 20, там, по 23 года, да, как говорит Екатерина. Вот эти ребята, они откуда к вам пришли? Ну, постоянно все равно приходят семьи с разными детьми разного возраста. К нам приходят и малыши, и ребята постарше. И вот совсем взрослые тоже стали к нам приходить. Но они получают от нас информацию, там, из интернета, из СМИ, по сарафанному радио. И звонят, и все равно обращаются. Конечно, чем раньше начат процесс психолого-педагогической поддержки, тем лучше. Но это не означает, что мы не берем более старших ребят. Конечно, мы их берем, и мы их тоже поддерживаем. И с такими ребятами вы тоже работаете? И теперь вот появилась возможность для таких ребят, да, и трудотерапия, да, это, кажется, называется, ну, там, да, и какая-то трудовая деятельность и специальные навыки получать. Да, раньше мы говорили, что наш центр для детей от рождения до 18 лет, сейчас мы поднимаем планку, потому что у нас появилась для этого возможность. Поступательно двигается центр к своим все новым и новым целям. Нельзя сказать, что она одна, все новые и новые цели. И мы давно, давно говорили о том, что, и, конечно, было очень обращений много, и требований даже, и возмущенных жалоб на то, что, когда ребята взрослеют и переходят вот за этот порог 18 и 20 лет, совершенно нечем заняться там в городе. И никто не занимается этими ребятами? Да, они могут, ну, нет, конечно, занимаются, но... Нет массово выстроенной работы. Верно совершенно, да. И мамы звонили, и говорили, что же нам делать. И вот теперь, тут ведь комплексная работа, как нам сказала Катя Яровикова, это же не только мастерская, это клуб общения, это работа с психологом. И только так, только так вот полноценную можно жизнь выстроить для этих ребят. Ну, вот смотрите, всегда, когда мы сталкиваемся с вашими всякими новшествами и спрашиваем, а что дальше, как вы это будете развивать, встает вопрос кадров. Людей, обеспеченности руками, головами и прочее. Вот сейчас Катя одна, да? Я вдвоем с психологом. Якова, вдвоем с психологом. Очевидно, что если вы будете, а вы уже заявили о том, что будете увеличивать количество учащихся и большее количество ребят, очевидно, что вам понадобятся еще руки и головы. Какими средствами вы планируете справляться? Это очень сложный вопрос, потому что наш штат ограничен только одним. Это теми деньгами, которые мы можем выделить на их содержание, на содержание нашего центра. И сейчас, ну, просто впритык у нас. У нас сейчас 18 педагогов работает. И это, конечно, недостаточно, потому что в коррекционной работе норматив такой усредненный один педагог на 10 ребят. А у нас на 18 педагогов больше 300 подопечных. То есть, ну, почти в два раза превышено. И мы бы очень хотели расширять наш штат. Но, к сожалению, вот пока мы не нашли дополнительные источники ресурсов, этого сделать нельзя. И поэтому сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы найти постоянных стабильных партнеров, которые возьмут на себя какое-то направление нашей работы. Ну, кому что нравится, грубо говоря, это ранняя помощь или подготовка к школе, или поддержка школьников, или вот полиграфические мастерские. С кем-то уже удалось наладить вот такой контакт и на долгосрочной основе выстроить отношения? У нас есть несколько частных и корпоративных партнеров, которые делают небольшие, но и постоянные ежемесячные пожертвования уже на протяжении нескольких лет, и мы им очень благодарны. А сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями о том, чтобы они тоже взяли нас на свое попечение, вот какое-то направление стали поддерживать. Ну, а у меня вот тут сейчас мысль возникла такая. Мне кажется, что полиграфические мастерские, это же тоже вот такой способ. Это то же самое, что ваши керамические мастерские, когда открылись, да, и мы всех активно на самом деле призываем, наступает Новый год, мы всех активно призываем, Светлана... Да, покупать керамику, которую... Не покупать, не покупать, обменивать на пожертвование керамику, которая может быть прекрасными подарками. Да, подожди, я тебя хотела... Да. Я знаю, куда ты сейчас ведешь, но я тоже не зря задала вопрос про кадры. А вот так, ну, хорошо, я же думала, я же думала, что все. Я не закончила, да, потому что... Прости, но мы об этом обязательно сейчас поговорим после перерыва, а про кадры это очень важно. И так необходимо для того, чтобы привлекать кадры квалифицированные или обучать эти кадры и внедрять необходим постоянный источник пополнения там средствами, потому что нужно платить зарплату, потому что чем больше детей, больше кадров, тем больше должен быть ресурс. Пока в центре все не так, мы, конечно, тут же сразу вспоминаем какие-то разные фильмы, когда, знаешь, вот там собирается большой попечительский совет, так в старой России было тоже, и они прямо на год планируют и требуют отчета, иногда журят, там говорят, и попечительский совет приходит в школу или там в благотворительную какую-то организацию, они проверяют вот это все. Но там стабильный бюджет, и как бы сразу понятно на год, что можно сделать. Здесь пока не так, у нас пока такого не сложилось, но к этому, собственно говоря, идем. Что касается кадров, то надо, конечно, обратиться к вашей работе с добровольцами, потому что они тоже нужны, волонтеры. Напоминаю, что был волонтерский пикник, который прошел в нашем городе, мы его здесь тоже анонсировали и потом рассказывали, на который мы приглашали, я знаю, что это ты попросила, а не вот Володя привез, и я поэтому за вопрос такой задаю. Значит, ожидали людей сколько угодно, был дождь, мы думали, что два человека, может, придет один, а пришло сколько, 60 человек. И работа с ними продолжилась, и некоторые из этих ребят стали постоянными волонтерами. Вот я вижу здесь, по крайней мере, вот то, что я вижу, сформирована команда из 51 волонтера. Это какая-то фантастическая отдача просто после пикника. Все они сопровождают детей с особенностями развития на занятиях в центре. Вот в этот центр на Егоровской тоже будете привлекать волонтеров? Вот не могу ответить на ваш вопрос, это надо было, наверное, у Екатерины спрашивать, не узнавала у нее, собирается ли она волонтеров привлекать к работе в полиграфическом медицине. Ну вот тогда хорошо, а в каком режиме сейчас вот эти ребята, 51 волонтер, работают с вами? Ну, наш центр на розе Люксембург, там постоянно кипит жизнь, там постоянно идут группы, занятия проходят у ребят, и, ну, должна сказать, что к нам стали приходить все более и более тяжелые дети. Раньше вот они сидели дома, мы ждали, что они к нам наконец-то придут, и они пошли. И на группе, на одной бывает до 5-6 волонтеров, которые помогают ребятам, которым особенно трудно на занятиях. А что значит тяжелые дети? С тяжелыми нарушениями. То есть им трудно что делать, например? Например, трудно ходить, то есть проблемы с передвижением. Проблемы со зрением, со слухом, с интеллектуальным развитием, с поведением. Иногда бывают не потому, что там ребенок плохо воспитан, а потому, ну, в силу вот нарушений, да, ему трудно удерживать внимание и концентрацию на каких-то вещах, и волонтер должен его вот так мягко направлять и удерживать в процессе работы на группе. И так как групп становится, детей становится все больше, групп становится все больше, поэтому помощи волонтеров тоже требуется все больше. Надо сказать, что проект «Волонтеры детям», комплексная подготовка волонтеров для сопровождения детей с инвалидностью, вам помогает в этом смысле муниципальное образование город Киров, то есть наша администрация, да? Да. В рамках конкурса проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества «Время Созидателя» вот тебе и результат, да? И у нас прекрасный совершенно руководитель волонтерского отдела, Вера Каратаева, вот она ведет всю эту работу и общается с волонтерами, собирает их, общается с ними, проводит тренинги какие-то. Это правда, это очень важно. Я вот хотела уточнить, кстати говоря, по поводу волонтеров. Оль, помните, мы говорили о том, что вы ездите еще в Мурыгинский дом-интернат «Родник», занимаетесь с ребятками, которые там находятся. И вот тогда, когда только начинался этот проект, ездили в качестве волонтеров только вы, ну то есть родители детей-инвалидов, вот непосредственно там двигатели, все организации «Дорога и добра», тех волонтеров, ребят, которых вы набрали вот сейчас, в этом году, вы тоже будете готовить к этой работе? Смотрите, это же решение каждого человека, чем он будет заниматься. В Мурыгина продолжают ездить и родители, и тоже стали приходить туда волонтеры. Эта волонтерская группа пополняется не так быстро, как волонтеры центра, потому что все-таки это надо и ездить, и как-то психологически себя настроить на такую работу. Поэтому не то, чтобы мы готовим ребят из центра, что они потом пойдут в интернат. Но кто захочет? Кто захочет, конечно, пожалуйста. И вот я хочу рассказать, к нам же еще в центр стала приезжать небольшая группа ребят из Мурыгина на наши занятия. Для них это и расширение круга общения, и кругозора, и вообще выезд куда-то в гости, для них это очень здорово. Они всегда радуются, когда к нам приезжают. Я помню этих ребят полтора года тому назад, когда они первый раз приехали к нам в центр, и сейчас прошло уже почти полгода, наверное, как они к нам ездят. Они постоянно растут, вот эта работа с ними, вот это общение. И когда в них вкладываешь, и когда они видят что-то новое, все время что-то новое узнают, конечно, это очень здорово сказывается на развитии, это замечательно. Прервемся на полторы минуты и поговорим про те изделия, которые в центре, в разных мастерских сейчас уже изготавливают. И я наконец-то задам свой вопрос. Да, да, да. Продолжаем разговор. Ольга Шибега, специалист по связям с общественностью, региональной общественной организации родителей детей и инвалидов «Дорога и добра» в студии «Дневного разборота». И вот как раз про… потому что не первая мастерская, уже работают ребята, они работают с воском, они работают с керамикой, они работают с нитями, с предельными станками, вот это вот все. И, конечно, у нас с Аней, которые очень погружены в эту тему и здесь, в Кирове, и за пределами Кирова, и даже страны, что касается социальной работы и социального предпринимательства, наверное, вот просто назрел вопрос. Нет, на самом деле вопрос, конечно, напрашивается сам собой после того, как Ольга сказала о том, что центру, конечно, нужна постоянно какая-то нужная финансовая поддержка и на новые программы, на обучение педагогов и на привлечение новых людей. Вот. Мастерская керамическая, я вот все-таки очень рассчитываю, что она будет таким прям вот средством подпитки вашей, да, хорошим. Вот. И полиграфическая мастерская – это тоже такой вот инструмент получения пожертвований, так бы я назвала, да, от людей, от наших граждан. И я у Ольгу хотела спросить, вот в какой момент вы планируете выйти на работу такую вот, да, которая уже не просто вот тренировка там и для себя, да, вот эти буклеты и прочее, а вещи, которые можно, ну, вот у вас будет заказывать. Вот сейчас, например, Новый год, через два месяца фактически, да, то есть люди уже заказывают сувенирку, люди уже заказывают какие-то вещи поздравительные, а вы ведь делали и магнитики, и открытки, и вот это вот все было. К Новому году вы успеваете или уже в следующем году это будет? Вот я просто... Есть ли вообще планы такие? Я думаю, что да. Я боюсь добавить Екатерине сейчас головной боли, как руководителю этой мастерской. Конечно, мы надеемся, что мы сможем брать сторонние заказы тоже. Но, во-первых, совершенно непонятно сейчас, невозможно сказать, насколько быстро ребята втянутся в работу, как быстро они освоят станки, и пройдет вот этот этап обучения, и типографию можно будет нагружать работой. А во-вторых, я боюсь все-таки, что мы не станем до конца конкурентоспособными по сравнению с другими типографиями. Все-таки у нас расходы не как у обычной типографии, а как у образовательного учреждения. У учреждения. Немножко разные расходы. И это будет... Ну, люди, которые будут делать у нас заказ, они должны будут понимать, что они доплачивают эту социальную составляющую. Тоже невозможно предсказать, как много компаний на это пойдет решиться. Но мне кажется, это хороший вообще способ для компании. Если компания не просто вот так вот, что бросил куда-то там денежку, например, кому-то перевел и все, и отключился, больше меня это не касается, я вроде сделал что-то там, да, отстаньте от меня. Вот если компания все-таки осознает и подходит к благотворительности там, да, с мыслями какими-то, что вот надо это развивать, то это хороший вариант. Особенно, если ты не торопишься. Ну, то есть вот тебе нужно что-то сделать, да, и ты понимаешь, что вот сюда можно, например, вложить деньги. И твои деньги мало того, что там на тебя сработают каким-то образом, они еще и помогут кому-то. Да, мы надеемся, конечно, на таких партнеров, и мы мечтаем, что они появятся. Но сейчас, на данном этапе, главное для нас это наладить работу. Главное научить ребят. Да, научить ребят, наладить работу, станки обкатать, что называется. Вот, а там уже можно будет думать и о заказах. Хорошо, керамическая мастерская. Она работает, все в порядке. Да, у нас тут были проблемы с печкой, она капризничала, но мы с ней поговорили и убедили ее работать дальше. Так что она обжигает, ребята лепят, и взрослые лепят. У нас же есть, мы ведем большую работу в поддержке родителей, поэтому открыли для них тоже керамическую студию по вечерам. А то есть можно прийти и расслабиться, да? Да, 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 отдохнуть, переключиться, получить психологическую какую-то поддержку от других родителей, поговорить. Тоже такой клуб общения у вас получается. Да, да, и при этом все на пользу. Вот, поэтому изделий много, мы делаем самые разные вещи, стараемся расширить. Очень красивые вещи. Вот, и мы ждем заказы к Новому году, и надеемся, что они будут, и мы надеемся, что они будут не в последний момент, чтобы мы успели все сделать. Мы стараемся подходить индивидуально и очень душевно. У нас есть родители, которые делают деревянные изделия, такие красивые коробочки. Мы это все упаковываем, в общем, все хорошо. Очень хороший подарок, комплексный прям вообще с открыткой, с упаковкой. То есть какое-то керамическое изделие, не какое-то. Вот мы с Аней когда обсуждали, то, конечно, мы понимаем эту вот историю. Не знаю, как у всех по-разному, но в нашей семье мы каждый год покупаем, докупаем елочные игрушки для елки. И потому что что-то бьется, и потому что хочется отметить этот Новый год, потом вспоминать, глядя на игрушки, что вот это был такой год, мы с тобой ее купили там-то, с ней связаны такие-то воспоминания, вот это был такой год. В этом же смысл в том числе и елки, да, новогодней, рождественской, неважно какой. И поэтому, конечно, елочная игрушка, сделанная руками детей или людей, которым ты эту игрушку купив или пожертвовал за нее, обменяв, да, вот с которыми обменялся таким образом и повесил себе на елку, вот это будет воспоминание так воспоминание. Это будет воспоминание плюс добро, которое елку пополняет. И чем больше такого добра на елке, тем больше у тебя ощущение, что ты, ну, что-то хотя бы вот каждый год делаешь, потому что... Очень рождественская история. Да, очень рождественская, потому что не только ты думаешь вот об организации детей, инвалидов и так далее, вот вместе с этой игрушкой, вот такой именно благотворительной, ты можешь вспомнить все, что было за прошедший год. Вот все моменты добрые именно отметить для себя, потому что это вот мы очень самокритичны, мы все время копаемся, негатив, он застревает, остается. А вот я предлагаю к таким игрушкам, когда вы ее приобретаете, жертвуете, вешаете на елку, вспоминать только добро, которое вы сделали. Вместе вот даже с ребенком, если есть дети, если выросли, с их детьми, сесть и вспомнить все это добро, прям вспомнить за общим столом, ничего хорошего было, кто кому как помог, поблагодарить еще раз друг друга. Вот надо это возвращать, конечно, в культуру общения домашнюю, и не только домашнюю, то же самое можно сделать корпоративно, и это очень важно, тоже с добрыми словами, с добрыми воспоминаниями или с благодарностью за то, что кто-то вам когда-то сделал, еще раз написав спасибо и сказав спасибо, вот такой благотворительный подарок подарить. У меня большая просьба там оставить мне вот буквально 2-3 минутки на еще один анонс мероприятия, который размещен на вашем сайте, это кино ради детей, это событие, которое пройдет 21 октября, вот, и я бы Олю просила немножечко анонсировать, если это возможно. Да, конечно, к нам пришла удивительная женщина, к нам постоянно приходят удивительные люди, и так приятно о них говорить. Это Елена Бронникова, это наш кировский режиссер, у нее есть студия Лика, и она с ребятами, со всеми маленькими детьми, со школьниками, со взрослыми уже людьми снимает кино. Это этнографические народные темы, у нее есть идея о том, что мы должны знать свою историю и как-то вот прививать любовь к ней, к культуре нашей русской, именно древнерусской, к людям. И вот она делает такие фильмы и каждый год устраивает премьеру благотворительную, то есть стоимость билетов передается на благотворительность. В этом году Елена делает эту премьеру в пользу нашей организации, вот, 21 октября в ДК «Железнодорожников». «Комсомольская-3», рядом с налоговой. Да, да, да. Фильм на самом деле очень достойный, я видела предпремьерный показ, очень интересный. Провести этот показ в налоговой для сотрудников налоговой было бы еще интереснее. Да, наверное. Вот, поэтому билеты есть у нас в центре, можно прийти на Роза-Люксембург-68А или позвонить по телефону 46-75-10. Стоимость билета 400 рублей, вот, можно прийти всей семьей, какой-то компанией дружеской, вот, и посмотреть. Ну, все сделано у нас здесь в Кирове и на очень достойном уровне. 21 октября – это воскресенье, я напоминаю. Вот, то есть, действительно, можно такой семейный выход совершить. Следующее воскресенье, да, точно. Я вернусь к подаркам, потому что, если кого-то зацепило, то, о чем мы сейчас рассуждаем и говорим, то нужно людей направить туда. Да, туда же. Роза-Люксембург-68А – это наш центр, там находится наша керамическая мастерская, можно прийти все своими глазами посмотреть. То есть, у вас там прямо витрина такая, да, сделана? Стеллажик, да. Стеллаж, можно выбрать. Да, там стоят все работы, посмотреть, потрогать, сделать заказ, или можно сначала позвонить и договориться о встрече, чтобы мы ждали, там что-то подготовили. Ну, у нас, в принципе, всегда лежат образцы, так что это не проблема. Телефон на сайте РОРДИ или просто можно вбить поисковик «Дорога и добра» в центре, да, родителей детей и инвалидов, «Дорога и добра Киров», и телефон там есть, можете созвониться с любым, абсолютно любым сотрудником, поговорить. Телефон на самом деле достаточно простой, я так понимаю, что общий номер, да, 44-75-10, по нему можно звонить? Да, 44-75-10 телефон организации, 46-75-10 телефон администратора, и тот, и другой всегда доступны. Там такая еще ведь история, что можно выбрать что-то, что уже есть, достаточный запас, а можно прийти со своей идеей, и если идею можно адаптировать по то, что сумеют сделать ребята, то это тоже можно заказать. Я вот, например, до сих пор нахожусь под очень хорошим впечатлением от вашего сотрудничества с компанией МИКО, которая активно продвигает социальные проекты и сама участвует, и инициирует и придумывает эта компания. Они у вас заказывали сначала изделия, вот эти вот кулончики с отпечатками настоящих растений, прям как древние отпечатки на глине такие. А потом заказали еще вот эти сумки холщовые, расписанные ребятами вручную. И вот эти сумки, это прямо классно мне задевает, потому что, во-первых, это симпатично и модно, во-вторых, это полезно. Я всегда хочу, чтобы это было полезно. В-третьих, это можно сложить себе в сумку и не брать пластиковый пакет каждый раз в магазине, когда ты туда заходишь, и не засорять нашу планету мусором. Совершенно верно. Ну, то есть всегда хочется, чтобы, не важно, она благотворительная вещь или нет, чтобы она была, что называется, к дому. Вот к дому это важно. Я тоже так считаю, что не просто так прийти там, да, обменять, а вот что-то к дому. Это хорошо. Но вот мне досталось, я до сих пор благодарна, потрясающей совершенно, я считаю, ее елочной игрушкой, колокольчик в виде головы волка. Я выкладывала у себя в Фейсбуке, и я вот сейчас оставила в нашей редакции, буквально каждый проходящий говорит, боже, какой волной нос у него шикарный такой. Он прям очень-очень харизматичный, потому что все же вручную, все же с душой со своей сделано. И с душой относятся к своей работе сотрудники Центра родителей детей-инвалидов «Дорога и добра» Оль Шебека. Спасибо вам большое. Спасибо вам за добрые слова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok